Сына и Святого Духа. А в сегодняшнем дне, отмечают вот 12 июля, пытаемся спросить людей, которые все время ходят в церковь, что этот день означает? А, в этот день казнили Петра и Павла. История говорит совершенно о другом. Их казнили ни в один год, ни в один месяц, ни в один день, ни в один час. А почему в один день отмечают? Привязано человеческое. Вот мы считаем первое послание к Коринфянам, 1 глава 12 стих. Стало известно, что люди разделяются между собой. Я Кифин, а я Полосов, а я Павлов. Но они же все вместе, нет, у каждого довода были. Если Кифин, значит, Петр это. Я первый пришел, поэтому мы идем за тем, которого Бог открыл сам, а не тот, который гнал церковь, а потом. То есть доводы были за и против. Апостол Павел ставит два вопроса, которыми разрешает это все. Скажите, кто сораспялся за вас? Кто Христос? А при чем тут Кифа или Павел? И второе. Вы крестили свое имя кого? Во имя Павла. Благодарю Бога. Я крестил, только перечисляю. Гая и крест. И дом Степанов. Это тюремщик, который обратился. А кого крестил, более не знаю. Вот спросить любого священника, мы говорили, почему ты стал священником? Ну, необходимо службу вести, требы. Он отвечает правильно, но не по-евангельски. Апостол Павел говорит, меня Христос избрал не крестить. И благодарю Бога, что никого из вас не крестил, чтобы не сказали, что во имя свое я вас крестил. Это оправдание. Он послал меня благовествовать. Из семинаристов. Вот выпуск идет. Первый, второй, третий. Мы с там многими встречались. Вы знаете, для чего пошли благовествовать? Ни один не отвечает. И ни один не отвечает за год. За тысячу лет ни один в России не ответит. Послал благовествовать. Все отцы. А Павел говорит, наставников тысячи, а отцов немного. Ибо я родил вас. Благовествованием о Христе Иисусе. Кто родил, тот и отец. А не почину. Почину, да. Так принято. И вот иногда говорят, вот если бы в заключение тайно передают книги, Библии разрезанные, был бы выбор, какую бы книгу взяли. Все отвечают правильно. Евангелие от Иоанна. А какая глава там делят на главы еще? По разным отрядам. Где спрятать легче? Третья глава, шестнадцатый стих. Центр Библии. Солнце Вселенной, как называют. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Ню не погиб, но имел жизнь вечную. Вот последние дни в интернете появилось сообщение такое с фотографией одной девочки. Ну обычно таланты какие, хорошо танцует, стихи рассказывает. А эта девочка наизусть, слово в слово, читает Евангелие от Матвея четыре года. И такое ясное произношение. У нас четыре года, что он может делать, ребенок? Ну бегать, прыгать. Она считает по порядку. Кто кого родил? Авраам, родил Исаака, глазами повела. Для нее это и родил Исаак далеко-далеко. А она все говорит. Яков родил Иуду. И по порядку, все родословно, и по порядку. Я слежу по Евангелию, все точно. Невероятно. Блаженные родители, блаженная душа сия. Вот апостол Павел говорит, я решил быть ничего не знающим, кроме Иисуса Христа, и при том распятого. Ну а почему в один день? Чтобы объединить, чтобы не было я тот-то, тот-то. А это так и продолжается по сегодняшний день. От кого кто обратился? Вот мы привыкли говорить, великие отцы церкви. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Нам, отстоящим полторы тысячи лет дальше, трудно понять, что люди разделялись из-за этого. Я Василию принадлежу. Ну Василий чем, знаете, верой? А что, у Златоуста меньше было веры? Ну вот таких чудес не было. И они доказывали. И тогда церковь объединила на одной иконе, в один день отмечают им. Нас по-другому никак нельзя свести. Вот если описывать последнее время антихриста, ну это люди знающие, они относят. Евангелист и Иоанн остаются во главе православных. Петр во главе католиков. А во главе протестантов Павел. А сегодня посмотреть никто не соответствует своим начальникам-то. Если Павлу соответствовать, я в начале поста говорил, пост назначен для благосостояния на проповедь. Куда двинулось село наше? Не один. Значит, пост прошел, лето кончилось, жатва прошла, мы не спасены, как порог говорит. Чтобы этого у нас не было. Нужно соответствовать тому, что сказано. У Златоуста великие заслуги. У Григория Богослова. Ну, у Златоуста не отрекся от своей власти. А Григорий встал, спорят там. Он говорит, как сидят друг друга, только толкают и выговорил. Как ворон и каркает. Встал и ушел. Будучи на вершине, славы своей не держался до должности. И это взяли во внимание. И вот, когда мы начинаем читать, какую бы вы избрали на сегодняшний день, я бы сказал, Галатам 2 глава. Внимательно послушайте. Бог сотворил человека по образу подобия своему. А какое подобие? Образ Божий знать надо и подобие. Образ сохраняется, а подобие утеряно. Тогда был здесь митрополит, я говорил на эту тему проповедь свобода. Что дал Бог свободу? Сегодня несвободой покрыта вся земля. Угрожает военными нападениями, как угодно. Самая страшная игра сегодня в алтаре причастия. Если ты заходишь в какой-то храм, отлучу, не причастишься и умрешь. Господь нигде не повелевал на разделение работать, а на объединение. И притом шли на компромиссы, хотя это не христианское слово. Пока учитель Яна Затауста был в Милете, епископ в заключении, в это время разделились. Некоторые верные с места не изминулись, а другие поставили новые епископа Милете, они, это сказать, Павлина, они с ним. И когда тот вернулся, два епископа на нашу кафедру. И они собрались, что делать? Вот разделились, тогда помолились и сказали, и объявили пасты свои. Вот кто из нас, вот Павлин стоит, вот Милете говорит, я объявляю. Кто из нас раньше умрет, а вы за нами шли? Приходите туда, все, разделение кончилось. Вот если бы сегодня так поставили, мы бы не согласились, досмотря с кем еще, объединяться-то. Но вера была одна. Не было еще ни католиков, ни православных, не назывались, хотя уже все это было. Кафолическая, вселенская, а каполическая принадлежит и православной. И вот здесь говорит, свобода. Такая свобода, что вздрогнешь от нее. А кто за свободу больше всего боролся? Конечно, Бог. Мы рабы, он говорит, не говорю с вами, как с рабами, а как с друзьями. Открываем всю истину. И вот здесь наступил момент размежевания между Петром и Павлом. Он пришел в Антиохию, смотрит, язычники, уверовали, из них уже епископы стоят. С ними вместе обедает, это обед обыкновенный, Петр. Но вот явились иудеи, староверы, тогдашние. Это самые настоящие староверы. Они держали за закон Моисея. И он стал отстраняться от этих. И тогда Павел говорит, это вторая глава Галатам. Я лично сам противостал ему. Этим лицемерием был увлечен даже Варнава. А Варнава, он был ему на землях. Он его ввел в круг апостолов, когда Павла все боялись, бывшего Савла еще. И он тоже лицемерил. Как же так? Ты, будучи иудей, ел вместе с изыщиками, опрещили свои староверы, там по телевизору посмотрели, с кем ты молишься. Отлучим! И Павел противостал этому. Он говорит, для всех я сделался всем. Подзаконным, как подзаконный, будучи не чуж законным себе. Вот это сегодня практически никто не исполняет. Ну как можно подражать тому, который отступает? Нет! Он не отступает. это наше старое. А мы бы стали сегодня целоваться с теми, которые так-то. Но если бы прикислово Божию не стал бы. Речь шла о том, что они тянули старый закон и принуждали всех обрезываться. И Павел противостал лично. При всех. Петру. Я понимаю, в церкви это было громадное потрясение. Он пришел после, уверовал. И против того, на ком Господь говорит, церковь основею. И он ему противостал. И вдруг я считаю толкование явно Златоуста. Он говорит, Петр и Павел это два вола быка. И они плуг один тащат. Ну давайте мы одного свалим. А один остановится, он не утащит. Значит, здесь такой смысл. Они договорились. И чтобы отвратить этих иудеев, он Петру говорит, это Златоуст как бы сцену такую показывает. Я тебя при всех обличу и ты промолчи. По пять назад. Да, я был неправ. Страшился, что меня осудят свои староверы и то другое. Иудеи где-то. И он промолчал, а другим тогда Петр промолчал, выходит неправ. и мы неправы. А разве можно так? Вот один из примеров. Один из самых великих святых, он так и называется, Арсений Великий. Когда искали для воспитания у царя Феодосия сыновей, Гонорий и Аркадий, чтобы знал и божественное, и мирское, все науки, а математику, астрономию, литературу, поэзию, врачебство, все знал. И только одного нашли Арсения. И когда ему пришлось бежать за то, что он крепко наказал Аркадия, а тот сказал, только папа умрет, отец там, дядя, я его все равно убью. И он бежал. А привычку в пустыне скрылся, никто его не найдет. Оставил тоже самое нога за ногу. Мы же сейчас сочетим, когда нога за ногу. А у верующих это не положено. А он не знал. Как сказать? Тогда пришли два брата и говорит, ты так же нога за ногу сядем, когда сделай, а я тебе сделаю замечание. Ты христианин, почему так делаешь? Так и сделали. Арсений потихоньку ногу снял и больше никогда так не делал. Здесь, если верить, как Златоус влагает эту мысль, очень и очень похоже, что это было по договору. И тогда все отступили, Петр не потерял авторитета, хотя и столпом церкви был. И вот в этот день церковь свела вместе их. В один день, чтобы мы не возвышали и не уничтожали ни того, ни другого. Но, конечно, с апостолом Павлом равняться не приходится. Вот сегодня считали, ни одной сферы жизни, ни одного уголка не было, которого мне светил бы. Будучи в тюрьме, вот для нас бывает скорбный человек, у меня скорбь. Послали филиппийцам, прикованы одной рукой к цепи, другая, конец цепи к сырой темнице, к стене. И он одиннадцать раз говорит, радуйтесь. И еще раз говорю, радуйтесь. Почему вы спасены? Как Серафим Саровский говорил, если бы вся комната была наполнена червями, и каждый прогрызал бы нас во всех направлениях недолго, лет сто. О, возлюбленная, стоило притерпеть ради того царствия, которого нам дарует. И поэтому, говоря о сегодняшнем дне, мы должны прославить Бога за святых отцов, которые свели кончину таких великих апостолов в один день, Петр, конечно, не паял. Он был невоздержан, горячий, ноги мои не умоешь. Наконец, заслужился за того, что Христос сказал ему, сатана, отойди. И вот на том, что у него было желание первому быть, это как показать что-то. Католики построили всю свою веру. Главное, что всех епископов подчинить им. Мы этого не находим в священном писании. Все епископы равны перед Богом. И вот этот день нас не подчиняет ни католикам, никому, а священному писанию, перед которым склоним головы и скажем, Господи, не было бы ни я, ни апостолов, ни было бы, если самого Павла. Ты сохрани это все, Господи, из 14 его посланий, да научи нас всему великому и дивному. И откровение данной эпитуда послужит нам во спасение. Аллилуйя. Аминь. 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 Продолжение следует...